Не танцуй с бубном вокруг своей собственности. Здравия достойным! Вы задумывались когда-нибудь над формулировками того, что нам принадлежит всем вместе, что каждому в отдельности и каким образом все это менялось с течением времени? А если точнее сказать, в какой момент нас лишили нашей собственности? Для того, чтобы это понять, нужно отследить весь путь от царской Российской империи, далее путь социалистического развития в СССР и целенаправленное уничтожение СССР, возврат к варгвардскому капитализму или точнее к феодализму с силовым инструментом. Как все мы знаем, до Великой Октябрьской революции существовала в России частная собственность на все без исключения. Что-то принадлежало ненавистному семейству Романовых, что-то хозяевам заводов, газет, пароходов. В буржуазном государстве всю собственность можно поделить на три большие группы объектов. Средства производства и прочие имущества, как капитал, позволяющие накапливать неограниченное количество материальных благ и использовать их в эксплуататорских целях. Капиталистическая или буржуазная собственность. Средства производства, предназначенные для личного подсобного пользования собственника. Средства личного потребления и домашнего обихода. Экономическую основу социалистического общества составляла всенародная собственность на средства производства и сохранение личной собственности, которую через приватизацию забрали у каждого из вас. А сейчас, в результате ликвидации капиталистической системы, планируется отмена и частной собственности на средства производства с усилением эксплуатации человека-человеком. Разоблачая измышления апологетов капитализма о программе научного коммунизма как программе уничтожения собственности вообще, Маркс и Энгельс писали, «Отличительной чертой коммунизма является не отмена собственности вообще, а отмена буржуазной собственности». Никакое общество немыслимо без господства исторически определенной формы собственности. Ликвидируя частную собственность на средства производства, пролетарская революция утверждает взамен ее социалистическую собственность на средства производства, пообещав земли крестьянам, заводы рабочим. По документам так и произошло, но на уровне управления с 1957 года и известных событий все помчалось вспять. При социализме средства производства переставали быть капиталом, то есть средствами эксплуатации. В социалистическом обществе не было классов монопольно владеющих средствами производства и классов лишенных собственности на средства производства. В условиях социализма средства производства составляли общественную собственность. Основные элементы производственного процесса Рабочая сила и средства производства соединялись здесь на новой базе. Этой базой являлось крупное социалистическое производство как в городе, так и в деревне. Поскольку средства производства переставали быть капиталом, при социализме отсутствовало деление накопленного труда на постоянный и переменный капитал. Вся масса накопленного обществом труда, то есть вся масса средств производства и средств потребления, имеющиеся в распоряжении общества для целей дальнейшего производства, служила интересам народа и не могла являться условием эксплуатации. В буржуазном обществе живой труд есть лишь средство увеличивать накопленный труд. В коммунистическом обществе накопленный труд – это лишь средство расширять, обогащать, облегчать жизненный процесс рабочих. В условиях социализма общественная собственность являлась безраздельно господствующей во всех сферах народного хозяйства. В СССР в 1950 году социалистическая собственность охватывала 99,4% всех применяемых в стране средств производства. С утверждением безраздельного господства общественной собственности до конца развенчана лживая теория идеологов буржуазии о вечности и незыблемости частной капиталистической собственности. Превращение средств производства в общественную собственность и освобождение работников производства от всех форм эксплуатации знаменовали собой утверждение новой социалистической системы народного хозяйства. Социалистическая система народного хозяйства в корне отлична от капиталистической системы хозяйства и имеет перед ней решающие преимущества. Первое. В условиях социалистической системы народного хозяйства средства производства являются общественной собственностью, то есть принадлежат трудящимся в лице социалистического государства или в лице колхозов и других кооперативных объединений, ввиду чего продукты труда также принадлежат трудящимся. В условиях капиталистической системы хозяйства средства производства составляют частную собственность и принадлежат единицам, ввиду чего продукты труда также принадлежат этим единицам, а не тем, кто их создавал. Второе. Социалистическая система народного хозяйства означает, что эксплуатация человека человеком уничтожена, а производство ведется в целях максимального удовлетворения растущих материальных и культурных потребностей всего общества. Капиталистическое производство ведется в целях обеспечения максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и закабаления трудящихся. Третье. Социалистическое производство развивается планомерно. Неуклонное повышение материального благосостояния трудящихся и непрерывный рост их покупательной способности являются постоянно растущим стимулом расширения производства и надежной гарантией от кризисов перепроизводства и безработицы. Капиталистическое производство развивается стихийно. Рост производства наталкивается на нищенское состояние масс и относительное сокращение покупательной способности трудящихся, потребление которых капитал ограничивает крайне низким уровнем, что неизбежно влечет за собой кризисы перепроизводства, рост безработицы и дальнейшей нищеты рабочих масс. Вспомните 1 апреля. Не день смеха, конечно, а ежегодное снижение стоимости товаров и продуктов питания, которые реализовал Иосиф Виссарионович Сталин. При социализме каждый труженик получает материальные блага по количеству и качеству своего труда, а распределение народного дохода осуществляется в интересах систематического повышения благосостояния трудящихся, расширения социалистического производства в городе и деревне, увеличения общественного богатства. При капитализме распределение народного дохода происходит в интересах обогащения эксплуататорских классов и их многочисленной паразитической челяди. Взгляните на зомбоящик, и вы поймете, о ком это я говорю. Пятое. При социалистическом строе государственная власть находится в руках трудящихся города и деревни. Рабочие, крестьяне, интеллигенция являются активными строителями коммунизма, работают на себя, на благо всего общества. Капиталистическая система хозяйства означает, что власть в обществе принадлежит паразитам, использующим эту власть для поддержания порядков угодных и выгодных имущим классам, а трудящиеся массы являются эксплуатируемым классом, вынужденным работать на этих самых паразитов. Общественная собственность является основой социалистического строя, источником богатства и могущества страны, источником зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. Она священна и неприкосновенна. Конституция СССР обязывала каждого гражданина советского общества беречь и укреплять общественную собственность. Лица, покушающиеся на социалистическую собственность, являлись врагами народа и карались по закону. В СССР общественная социалистическая собственность существовала в двух формах. Первая в форме государственной собственности, и вторая в форме коллективно-кооперативной собственности. Государственная социалистическая собственность – это собственность всего советского народа в лице социалистического государства рабочих и крестьян. Кооперативно-колхозная социалистическая собственность есть собственность отдельных колхозов и кооперативных объединений. Двум формам социалистической собственности соответствовали два вида социалистических хозяйств. Первое – государственные предприятия – фабрики, заводы, совхозы, МТС и т.д. И ко второму виду относились кооперативные коллективные хозяйства, колхозы, промысловые артели, предприятия потребительской кооперации, магазины. В 1917 году рабочий класс, завоевав государственную власть, застает исторически сложившимися различные формы частной собственности. С одной стороны – крупную капиталистическую собственность, основанную на эксплуатации чужого труда. С другой стороны – мелкую частную собственность крестьян, кустарей и ремесленников, основанную на их личном труде. В ходе социалистической революции крупная капиталистическая собственность экспроприируется и переходит в руки социалистического государства. Так возникает государственная, т.е. общенародная социалистическая собственность. Вместе с тем программа научного коммунизма отвергает как враждебный и преступный путь экспроприации крестьян, кустарей и ремесленников. Мелкие и средние товаропроизводители добровольно объединяются в производственные кооперативы, т.е. колхозы, артели промысловой кооперации, а их собственность на основные средства производства обобществляется на кооперативных началах. Так возникает кооперативно-колхозная собственность. Таким образом, наличие двух форм собственности является объективной необходимостью и выражает собой своеобразие путей, по которым рабочий класс и крестьянство приходят к социализму, а затем к коммунизму. Государственной собственностью в СССР являлись земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия, это совхозы, машино-тракторные станции и т.п. Принадлежащие государству торговые и заготовительные предприятия. А также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах. А что же сейчас является государственной собственностью? Государственная собственность в Российской Федерации подразделяется на федеральную собственность и собственность субъектов Федерации. К федеральной собственности относятся Объекты, составляющие основу национального богатства страны. Природные ресурсы, охраняемые или особым образом используемые природные объекты, объекты историко-культурного и природного наследия и художественные ценности. Объекты, необходимые для обеспечения функционирования федеральных органов власти и управления и решения общероссийских задач, такие как государственная казна Российской Федерации, имущество вооруженных сил и различных войск, предприятия и т.д. Объекты, объекты оборонного производства, объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяйства России в целом и развитие других отраслей народного хозяйства, федеральные автомобильные дороги общего пользования и обслуживающие их организации. Как же все это куце и расплывчато написано? Если бы такие определения существовали в точных науках, то и теорему Пифагора было бы невозможно доказать. Но все равно запомним, природные ресурсы входят в государственную собственность. А как нам говорит пункт 1-й, 3-й статьи Конституции Российской Федерации, носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. А вот можно ли считать на основании вышеперечисленного, что государственная собственность принадлежит многонациональному народу России? Непонятно. Ну, пока запомним и этот момент. Территория Советского Союза занимала шестую часть земной суши. Это 22,4 миллиона квадратных километров. Почти четверть этой территории, свыше 600 миллионов гектаров, составляли сельскохозяйственные земли. Почти одна треть, это 700 миллионов гектаров, была покрыта лесами. Всенародным достоянием являлись 200 тысяч предприятий государственной промышленности, вся сеть железных дорог, предприятия водного транспорта, государственные предприятия в сельском хозяйстве, а это около 5 тысяч крупных совхозов, тысячи подсобных сельскохозяйственных предприятий. Всенародным достоянием являлись многие тысячи государственных торговых предприятий. Государству принадлежали многочисленные научные и культурные учреждения. Государственная социалистическая собственность, возникшая в результате национализации фабрик, заводов, транспорта и тому подобное, за годы социалистического строительства, трудом советского народа в огромной мере приумножена. Так, основные производственные фонды промышленности выросли только к 1953 году по сравнению с 1913 в 22 раза. И где это все сейчас? За время бездарного хозяйствования воров, укравших социалистическую, а значит народную, а значит нашу с вами собственность, все это разворовано и уничтожено. Как же нам с вами хотя бы оторваться от этого дна, куда мы были низвергнуты с развалом СССР? Что делать и в каком направлении двигаться? На эти вопросы невозможно ответить без знаний экономических законов. Так давайте зададим эти вопросы нашему эксперту Петрову Илье Викторовичу. Итак, Илья Викторович, вам слово. Здравия достойным. Поддержу нашего основного спикера Александра. Поздороваюсь также с вами. Рад, что на этом канале собирается осознанная часть людей. И мы продолжаем с вами школу альтернативной экономики. В предыдущей нашей встрече мы обсуждали тот самый важный инструмент, который существует для поддержания капитализма. Деньги. И естественно мы не можем не продолжить на важном вопросе, что такое собственность, чья она и кому она принадлежит. Конечно, в самом завершении нашей встречи я дам альтернативное решение, как оно может быть или как оно должно быть для того, чтобы не было войн, для того, чтобы не было коррупции, не было захватов, не было рейдерских нападений, не было всего того, что на сегодня существует в капитализме. Естественно, в меньшей степени появлялась в социализме, хотя мы это обсудим тоже на нашем занятии. Итак, что такое собственность? На самом деле нужно понимать, что именно все происходит из-за собственности. Деньги являются тем механизмом, который толкает людей к справедливым поступкам, но в основном к несправедливым. А зачем они это делают? Естественно, для того, чтобы владеть собственностью. Фактически на сегодня это экономическая категория, которая сформировалась уже веками. И мы с вами понимаем, что на сегодня в законодательстве существует понятие собственности, где есть возможность у гражданина и юридического лица распоряжаться, владеть и использовать собственность. Соответственно, распоряжение владения и пользования – это и есть основа на данном этапе совокупных прав юридического или физического лица для того, чтобы распоряжаться собственностью. Естественно, на данном этапе мы можем разделить всю собственность на основные блоки или на основные фактически формы собственности. Это получается три формы. Государственная или федеральная субъектов России, муниципальная, частная собственность. Самое главное и самое интересное, что мы на данном этапе со временем начинаем терять информацию о том, что существует в законодательстве и иная форма собственности. Если вы откроете Википедию, это то, на что на сегодня ориентируется большинство людей, кто пользуется интернетом, и фактически большинство людей на земле, то оказывается на данном этапе в собственности, в странице собственности, отсутствует уже информация по коллективной собственности, которая существует в законодательстве. Вы видите, как исправляется информация в открытых источниках. Кто-то специально закопал, или точнее говоря, стер эту информацию. Интересный момент, к которому мы тоже вернемся далее навстречу. Итак, вкратце про саму собственность, про историю собственности, как она появилась, что это такое. Естественно, наш уважаемый Александр рассказал, и естественно, я думаю, вам это понравилось. Мы должны понимать все-таки более фундаментальные вопросы, которые касаются, что же на сегодняшний день есть альтернативная экономика, и что по факту начинает затираться в информации, которой мы владеем, и которая на сегодня потихоньку пропадает из открытых источников. Когда мы посмотрим Конституцию России и Гражданский кодекс, то фактически мы найдем три формы. Государственная и федеральная собственность России. Давайте разберем каждый пункт более глубоко. Государственная и федеральная форма – это фактически там, где собственник является государство в виде федеральной или непосредственно, соответственно, в виде субъектов Российской Федерации. Надо понимать, что тоже Российская Федерация уже неправильно звучит. На сегодня нет Российской Федерации, а уже появляется Россия. Получается, что мы чем дальше двигаемся за эти 30 лет, все больше и больше мы уходим от самого источника. А источник, напомню, основной – это существование в Советском Союзе, права собственности и самой собственности пожизненно, которая была предоставлена каждому гражданину Советского Союза. И тут, я думаю, как раз обрадуются многие те, кто знают, что на сегодняшний день Советский Союз существует. Мы не будем обсуждать эту тему. Это, возможно, наши следующие темы. Кстати, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, пересылайте этот ролик. Естественно, пишите те вопросы, которые вам интересны, которые мы должны обсудить. И продолжая с собственностью, получается, что в государственной собственности мы на данном этапе с вами встречаем уникальную ситуацию, когда таким названием закрывают, вы знаете, отдельное имущество отдельных чиновников. Вопрос, на каком основании? Это фактически будущая национализация? Это, по сути, на сегодня все имущество, которое принадлежит, которое было наворовано, начинает формироваться и переходить в государственную собственность? Или это просто фикция, по которой спрятана на данном этапе та глыба украденного имущества, которая принадлежит этим чиновникам? Вопросы, вопросы и еще раз вопросы, которые нужно оставить для обсуждения и для ответа с вашей стороны. Далее вторая часть, муниципальная. Мы понимаем, что это, естественно, те объекты, которые используются муниципальными организациями. В основном за крайний период времени, проведя аналитическую работу, трудясь на территории великой нашей страны, можно увидеть, что вся муниципальная собственность это тем или иным образом отобранное имущество у колхозов, предприятий. То имущество, которое является важным источником для обеспечения людей. Это, соответственно, водоканалы, это тепловые подстанции. Все это имущество ранее принадлежало предприятиям или принадлежало, соответственно, городам. Сегодня это принадлежит муниципалам. Они контролируют это имущество. А далее над этим имуществом стоят прокладки. Именно так и могу назвать эти организации, которые называются снабженщинскими организациями. Снабжающими электричеством, водой нас. То есть уже создан на уровне муниципальной собственности как минимум двухуровневый на сегодняшний день процесс по выкачиванию с нас денег для того, чтобы контролировать эту собственность и кому-то еще зарабатывать. И в этом вопросе, я думаю, вы встречали в интернете тоже интересные моменты. Это платежки, по которым следы ведут почему-то в Люксембург или за границу. Опять, видите, друзья, вопросы и вопросы. Естественно, третья часть, которая существует, это частная собственность. Частная собственность ранее в Советском Союзе, как я уже говорил, принадлежала в зависимости от того, что это была. Земля, недвижимость. Она была именно собственностью, которая принадлежала собственнику. И, естественно, та форма собственности, которая существует на сегодня в России, она вызывает тоже глубокие вопросы. У нас нет собственника, у нас нет свидетельства на собственность, у нас есть права. Видите, такое маленькое важное слово. Права на собственность. То есть, на данном этапе получается, что по каждому пункту, при котором мы начинаем глубоко анализировать вообще собственность, оказывается, что эта собственность кому-то, наверное, принадлежит иному лицу. Потому что мы не являемся собственниками. Мы фактически на сегодня выплачиваем за границу дополнительные ренты через коммунальные платежи за существующую форму муниципальных, можно так сказать, образований, надстроек сверху. Мы на данном этапе, по сути, почему-то вуалируем и прячем собственность, или, точнее говоря, украденное имущество от чиновников, тех, которые наворовались в названии государственная собственность. Очень много вопросов по собственности вы не замечаете. Как много было вопросов по деньгам, так и очень много вопросов становится по самой собственности. А теперь, возвращаясь к самому последнему пункту, мы четко понимаем, что на сегодня самая защищенная собственность – это коллективная собственность. Фактически нужно разложить или провести анализ предыдущего периода времени. В Советском Союзе была личная и частная собственность. Личная и частная собственность – это собственность, которая была как раз домохозяйством. То, о чем я уже говорил вкратце. А коллективная, кооперативная, акционерная, государственная, общественная собственность – Это и были как раз формы уже той собственности, которая на сегодняшний день не указана. Как видите, коллективная, кооперативная, акционерная, общественная. Она не указана уже в открытых источниках. Она потихоньку прячется. Почему? Потому что нужно посмотреть законодательство более глубоко. И нужно разобраться вообще в системе, той системе юридической, той системе, можно сказать, судебной, которая существует в России, и подойти к простому ответу. Когда у вас собственность у физического лица, всего лишь право на собственность, вы будете судиться, вы будете бодаться один с теми черными риэлторами, которые мы знаем на каждом шагу подстерегают пенсионеров на сегодняшний день, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, в крупных городах миллионников. Вы будете пытаться удержаться за свое имущество в одиночку, когда у вас будут в рейдерском порядке отжимать ваши активы. Нужно понимать, что собственность в Советском Союзе, именно производственные средства никогда не могли принадлежать лично кому-то. Вот это уникальный момент. То есть заводы и предприятия никогда не были собственностью какого-то одного человека, одного гражданина. Это всегда являлось либо коллективной, кооперативной, или государственной, соответственно, собственностью. Нам нужно понимать, что эта форма поэтому и прячется, потому что именно общественная собственность, то есть коллективная, кооперативная, она является тем основным фундаментом, который невозможно забрать. Посмотрите поглубже закон 30.85-1. Потребительская кооперация. Очень интересный закон, который позволяет через неделимый фонд фактически защитить имущество. И не позволить никаким рейдерским, никаким иным организациям, или иным, будем говорить так, организованным преступным группировкам завладеть вашим имуществом. Это уникальная модель. И о этой модели я вас прошу как раз задуматься и посмотреть глубже. Фактически коллективное имущество строится на участии разных людей, разных объединений, бизнеса в том числе. Для того, чтобы сформировать защиту своего имущества от иных третьих лиц, от иных посягательств на это имущество. Очень интересная и фундаментальная основа для того, чтобы спасти свое имущество. Оно позволяет получить достаточно много льгот, много вариантов сотрудничества с другими организациями. Гляньте этот пункт. Мне будет очень интересно, если вы напишите свою точку зрения. Возможно, есть какие-то другие решения, как спасти и сохранить свое имущество на сегодняшний день. Далее. Нужно понимать, что на данном этапе собственность это, естественно, все, что связано с материальными активами, с непосредственно ценными бумагами, с продуктами своего труда. Это, естественно, вещи, земля, недры. Это все то, что связано с животными. И, естественно, получается интеллектуальная собственность и любое нематериальное, можно так сказать, нематериальный актив, нематериальное имущество. Это все объекты собственности, которыми владеть можете вы. Теперь, идя далее. По сути, наша альтернативная школа всегда ищет не только множество вопросов, но и находит множество ответов на эти вопросы. Если мы разберемся в вопросе, то на данном этапе самый главный вопрос, кто владеет ресурсами. Напомню, ресурсы это все объекты собственности, это материальные и нематериальные, но самое главное, кто владеет землей, кто владеет недрами. Потому что если мы глубоко посмотрим на вопрос, именно кто же владеет ресурсами, то кажется, что мы, друзья, с вами остались у разбытого карета. Когда-то нам говорили, что Газпром национальное достояние. Но мы знаем, что на сегодняшний день половина Газпрома принадлежит иностранцам. Вторая половина вроде как принадлежит России. Но почему-то мы узнаем, что акции принадлежат на сегодня другим физическим лицам. Если мы посмотрим более глубоко по позициям уголь, месторождений нефти, то каждая-каждая позиция нас почему-то будет настораживать все больше и больше. Если мы посмотрим также по землям, то мы все более и более будем садиться и заходить в шок от того, что находить корни иностранных корпораций. По сути получается, что на сегодня в России земли и недра принадлежат иностранным корпорациям, либо офшорным компаниям, которые контролируются олигархами, и естественно, которые вы видели за крайний период времени, очень элементарно уехали за границу и отказались от российского гражданства. Получается, что мы, друзья с вами, за эти 30 лет пропустили важный момент. У нас все, что принадлежало нам, все, что было отвоеванного нашими предками, отдано на данном этапе иностранцам. И они из нас дальше, даже при большом популистическом шоу на телевидении, продолжают выкачивать деньги и ресурсы. Возникает вопрос, а кому же тогда должны принадлежать земля и ресурсы? Наше предложение в альтернативной школе – это должна быть общедолевая ассоциативная собственных граждан страны. Именно так. Все то, что находится на земле, в земле, над землей и сама земля, должны быть основой будущего общества, которое мы называем добротворением. Державной, гармоничной, справедливой экономикой добротворения. Это та основа, которая позволяет нам, каждому, стать на сегодня богатыми людьми. Реально богатыми людьми. Потому что, если вы просто посчитаете оценочную стоимость на данном этапе всего того, что находится в земле, на земле и саму землю, поверьте мне, друзья, вы будете обрадованы этой цифрой, которая каждому из вас будет принадлежать. Потому что это на сегодняшний день десятки миллионов долларов. Но нужно понимать, что ассоциированная собственность – это фактически, когда каждый участвует, когда каждый не имеет права дальше реализовать эту собственность. Это ваша доля. Это ваша часть того, что ваши предки на этой земле кровью, потом, усилием создавали, построили. То, что фактически ваши предыдущие поколения вам передали. Когда мы подойдем к этому вопросу и объединимся, то каждого доля – это будет частная собственность, которая будет появляться при рождении и не передаваться дальше по наследству. То есть, это своего рода капитал, это своего рода подушка безопасности, можно так сказать, которая вам позволит получить стабильность. Как вам такое предложение? Напишите. Мне будет очень интересно услышать ваше мнение. И это то, что касается ресурсов. Второй блок – производственные мощности. Очень важный момент в производственных мощностях на сегодня понимать, что их осталось немного, к сожалению. И большинство производственных мощностей за сегодня или за этот период, 30-летний, можно так сказать, отработаны, выкачаны по полной программе олигархами. На данном этапе мы понимаем, что это уже предприятия, которые изношены, которые требуют модернизации. Но неважно, они есть, они существуют. В первую очередь, альтернативная школа Петрова предлагает сформировать эти предприятия как коллективные народные предприятия. Все, кто работают на этих предприятиях, имеют право получить долю в этом предприятии, сформировать эту долю в этом предприятии и, естественно, стать совладельцами этого актива. Оставшаяся часть, которая, как было по первому случаю, с ресурсами, войдет в ассоциированную частную собственность граждан новой державы. Именно новая держава – это тогда, когда у вас есть доля во всех ресурсах и когда она является фундаментом вашей ответственности, фундаментом того, что вы на сегодняшний день можете использовать как собственный ресурс, потому что мы понимаем, что большинство людей – нищих, большинство людей в долгах. А второй рычаг и второй механизм – это народные коллективные хозяйства, то, о чем я говорил, важно – коллективные, кооперативные хозяйства, которые позволяют уже непосредственно использовать первый фундамент, первый рычаг и использовать правильно. Потому что мы с вами прекрасно понимаем – народные, кооперативные, народные коллективные предприятия, они будут расцветать. В них люди будут с удовольствием вкладывать собственные ресурсы для того, чтобы были созданы условия развития их предприятий, а не уводились деньги за границу, как на сегодня принят новый бюджет и опять разрешены вводы десятков миллиардов долларов за рубеж. Это наши будущие встречи. Получая такие доли, гражданин эти доли не передает по наследству. Это фактически доля, которая нас с вами заставляет либо как можно больше рождать детей, потому что они будут уже богаты, как можно больше возрождать экономику, потому что у нас будут свои ресурсы, свои фактически возможности для создания новых рабочих мест. Не ждать никаких олигархов, политиков, сказочников, которые нам рассказывают то программы 2020, то программы 2024, то уже новые программы 2030. Друзья, все в наших руках. И как это сделать, как это на сегодня можно использовать, я вам расскажу в наших следующих встречах, в наших следующих занятиях. Поэтому будущее ассоциированное, именно частная собственность, потому что ты, каждый, будешь являться владельцем, это будущее наше, нашей великой, самой могущей страны, в которой не самое главное будут деньги, а самое главное будет цель каждого, согласованная с целями других граждан, других людей. И естественно, учитывая всю ресурсную составляющую, всю природу, которая нас с вами окружает, потому что какой смысл нам вывозить с вами лес кругляк, когда мы можем купить с вами Икею и продавать там табуретки, очень дорого, и производить эти табуреты у нас в нашей великой, могучей стране. Жду вас на следующей встрече. Пишите те темы, которые вам интересны. Благодарю. Благодарю нашего экономического эксперта за этот не первый, но очень важный урок. Наше с вами положение можно сравнить с огромным нагруженным железнодорожным составом, стоящим в тупике. А в тупике всегда легче подобраться к этому составу и урвать несколько вагонов для себя любимого, чем и пользуются наши враги. Наша задача – это вывести этот состав из тупика. Я думаю, что Илье удалось хотя бы на йоту сдвинуть этот груз, а это самое важное и трудное. Ведь чего боятся больше всего эти самые, у которых есть все, кроме совести? А как раз боятся они нашего прозрения, осознания нашего положения и объединения. Ведь если наш состав сдвинется с мертвой точки, начнет движение, то остановить его будет не под силу уже никому. Подписывайтесь на один из моих каналов на выбор или на все сразу. Ссылки есть в описании. Задавайте вопросы в комментариях. Я их буду отслеживать и передавать Илье Викторовичу. Давайте вспомним девиз чилийских патриотов. «El pueblo unido hamas seravensido» что значит «когда мы едины, мы непобедимы». Или, если быть точным, единый народ никогда не будет побежден. До встречи на моем канале, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok